Кандидат, вы можете объяснить, что это включает частичная оплата по выполнению? Частичная оплата, это значит вам платят фиксированный оплат за каждую часть работы, которую вы делаете. Извините, можете сказать еще раз заново, а что значит ваши слова? Да, конечно, мое имя мистер Джонсон, а я звоню вам, чтобы обсудить вашу возможность трудоустроиться на бесплатную стажировку в Eric Publishers, это издательское агентство. Что вы имеете ввиду, когда компания занята, будет ли это включать работу сверхурочно? Да, конечно, но сверхурочные платятся больше, чем обычная работа. Я вас плохо слышу, можете мне сказать более ясно. Я чувствую, вы идеально подходите для этой работы, если вы не чувствуете себя хорошо, ну, не слышите меня хорошо, может я вам перезвоню по нормальному стационарному телефону, это в данный момент они говорят через мобильное, и поэтому плохая связь. Ваше объявление отключает административную работу. Что это включает? Ну, это просто писать отчеты о текущей задаче и писать еженедельное электронное сообщение нашим клиентам. Если я вас понимаю правильно, вы говорите, что работа включает сверхурочную? Да, но оно будет оплачиваться дополнительно? Привет, Сильвия, как ты вчера это сделала? Ну, я думаю, я хорошо прошла интервью, они были милые, профессиональные, я думаю, они мне предложат работу, я бы с большим удовольствием работала там. Напишите, может, ты им напишешь, ты им написала и отблагодарила за интервью. Что? Они мне сказали, что они мне скажут результат, когда пройдут интервью с другими кандидатами и возьмут, выработают окончательное решение. Я знаю, но ты должна им отправить имейл, либо заметку, спасибо, что зарассмотрели меня на интервью. Это тебя выгодно отличит от толпы и покажет, что ты профессионально работаешь. Да, это звучит, но это будет криком отчаяния, если я начну, пожалуйста, возьмите меня на эту работу. Конечно, нет. Ты же не будешь перегибать палку. Просто короткая заметка, сказать, что вы оценили их время и вы серьезно готовы работать. Я думаю, они будут впечатлены больше, чем дальше. Что будет? Ага, теперь вижу твою идею. А что можно писать в этом сопроводительном письме? Кого надо слушать по жизни? Кто умный? Я умный человек в английском языке. То есть я вам не буду рассказывать bullshit. Bullshit – это мелочь в жизни. А что вам нужно – это бизнес-ингвиш. Я могу дать бизнес-ингвиш, подготовить вас для джоп-интервью, написать вам CV – это резюме и вдобавок в covering letter – сопроводительное письмо. Выбирайте меня, и я сделаю вас карьерно устроенным человеком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.